Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правое поле» – совместный проект национального телевидения и прокуратуры Чувашской Республики. Я и ведущий Альберт Петров. Тема сегодняшней передачи посвящена вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции депутатами представительных органов местного управления. Практически каждый из нас знает о необходимости соблюдения чиновниками, работающими на постоянной основе законодательства о противодействии коррупции в части предоставления сведений о доходах на себя и на своих родственников. А как обстоят дела с исполнением данной обязанности местными депутатами, избранными на определенный срок? На эту тему мы поговорим с гостем нашей студии, начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Чувашской Республики Сергеем Петровичем Павлом. Здравствуйте, Сергей Петрович! Здравствуйте! Сергей Петрович, мы уже не в первый раз видимся в этой студии, рад вас видеть и хотелось бы все-таки, наверное, довести до сведений наших телезрителей о том, что часто мы можем в средствах массовой информации слышать о предоставлении сведений о доходах чиновникам различных уровней, которые работают в разных органах, органах местного управления. И мало известно о том, что все-таки у нас еще и народные избранники, наши депутаты тоже должны, оказывается, эти сведения предоставлять. И вот здесь поподробнее хотелось бы уточнить. Да, совершенно верно. Народные избранники или, как мы говорим, депутаты обязаны, согласно федеральному закону противодействия коррупции, представлять сведения о своих доходах и расходах, а также членов семьи. Это супругов и несовершеннолетних детей. Хорошо. Вот, допустим, чиновники, имеющие конкретного работодателя, конечно же, должны предоставлять эти сведения своему работодателю. То есть в кадровые службы соответствующих органов, органов государственной власти, местного управления. А вот здесь хотелось бы все-таки пояснить, а как бы же быть депутатом? У них вроде как нет работодателя, их же избирает народ вроде как. Вот здесь вот куда они должны представлять? Ну, сами депутаты должны принять нормативно-правые акты, регулирующие этот порядок. И согласно этого закона на местном уровне, они должны представлять сведения так, как они это будут предусматривать. Какая сложилась практика в нашей республике? Обычно куда предоставляют сведения наши депутаты? Ну, у нас в республике сложилась практика, когда эти полномочия по принятию этих справок о доходах, о расходах, они передаются органам местного самоуправления. То есть местным администрациям и депутатам представляют эти сведения органам самоуправления. Я так понял, что какими-то органами местного самоуправления более подробно хотелось бы все-таки уточнить? Ну, местными администрациями. Местными администрациями – это, скорее всего, кадрами и подразделениями этих администраций. То есть, получается, депутаты у нас, как правило, предоставляли сведения в администрации? В администрации, да, в район администрации. И эти полномочия они передают кадровым подразделениям администрации. И представляли сведения туда же. Известно, что сведения о доходах чиновников должны быть опубликованы. А вот в отношении депутатов, каким образом это происходит и кто должен публиковать эти сведения? Ну, значит, согласно, опять же, принятым правилам, раз эти полномочия переданы, значит, кадровым подразделениям, мы говорим о том, что кадровые подразделения должны публиковать эти сведения в сети интернет. Насколько известно, по закону кадровые, получается, службы, которые получают сведения о доходах в отношении чиновников, в тех органах, где они работают, соответственно, проверяют полноту и достоверность этих сведений. Опять же, возникает вопрос, а кто проверяет полноту и достоверность сведений, тех сведений, которые представляют депутаты? Да, совершенно резонный вопрос. Если на государственной муниципальной службе эти сведения проверяют, опять же, кадровые подразделения или лица, на которых возложены эти обязанности, то в отношении депутатов был пробел. Кто же должен проверять достоверность представленных ими сведений о доходах и расходах? Ну вот, совсем недавно приняли закон, согласно которому глава субъекта федерации должен принять такой порядок и определить, кто будет проверять соблюдение этого закона депутатами. И мы направили не так давно информацию в адрес главы республики о том, чтобы такой порядок был принят на уровне Чувашской республики. То есть, соответственно, проверки полноты и достоверности сведений представляемых депутатами теперь будут проводиться на основании решения главы Чувашской республики? Да, совершенно верно. На основании главы решения Чувашской республики и в соответствии с устанавливаемым порядком. Если чиновнику все понятно, если он, допустим, не исполняет свою обязанность по представлению средних доходов либо представляет неполные, недостоверные сведения, то его могут привлечь к дисциплинарной ответственности, в том числе работодателя может привлечь, вплоть даже могут его уволить в связи с утратой доверия. А вот как бы с депутатами? Опять же, а у него нет работодателей, фактически, какие меры ответственности могут быть применены в отношении депутата, который не соблюдает эту обязанность в период условия закона, либо представляет недостоверные или неполные сведения о доходах? Да, тоже совершенно резонный вопрос. Действительно, значит, работу депутатам никто не представляет. Это народные избранники, как мы говорим. Соответственно, наказать их не может никто. Но, опять же, как я уже говорил, недавно был принят изменение федерального закона о том, что глава Чувашской республики, вернее, глава субъекта федерации может обратиться в суд или в орган самоуправления, который полномочен решает эти вопросы, для того, чтобы досрочно прекратить полномочия депутата. То есть, опять же, должен быть разработан этот порядок, порядок досрочного прекращения депутатских полномочий. Сергей Петрович, несмотря на вот этот пробел, который действовал достаточно длительное время, все-таки, я так понимаю, что прокуратура не оставалась в стороне от этих вопросов все равно. Я так понимаю, проверки прокурорские проводились в отношении депутатов, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства, проявления коррупции именно в части предоставления средних доходов. Вот здесь более подробно хотелось бы точнить. Ну, вот эта обязанность депутатов, она возникла с 3 ноября 2015 года. То есть, вот с этого времени депутаты начали отчитываться о своих доходах, ну и о расходах тоже. Ну, соответственно, мы в 2016 году проводили эти проверки, и в текущем году проводили проверки, и дальше будем эти проверки продолжать. И тогда резонный вопрос возникает. А каковы результаты этих проверок, и все ли здесь в порядке? Всегда ли законодательство соблюдалось нашими депутатами? Ну, к сожалению, нужно сказать, что нарушения есть и среди депутатского корпуса. Ну, прежде всего, мы проверили наличие нормативно-правовой базы, которую должны были принять органы местного управления части и регулирование вопросов порядка представления сведений о доходах и их опубликованиях, так как раньше изменений в законодательстве не было, о чем мы вот раньше говорили. Прокурорами, допустим, было установлено, что в Аликовском, в Урумарском, в городе Коношей муниципальные нормативно-правовые акты, определяющие порядок представления сведений о доходах, расходах, лицами замещающей муниципальные должности, размещение этих сведений на официальных сайтах и представлениях СМИ отсутствовали. Лишь после вмешательства прокуроров в соответствующие нормативно-правовые акты принято собрание депутатов. В Красночитайском районе данный порядок почему-то решил установить районные администрации, то есть они депутаты на собрании депутатов, по протесту прокурора эти нарушения также устранены. В Бурмарском районе и в Канаше забыли внести изменения в уставы муниципальных образований, предусматривающие качество одного из оснований досрочного прекращения полномочий несоблюдения обязанностей по представлению сведений о доходах, либо представления неполных и недостоверных сведений. Как обстоят дела с опубликованием сведений о доходах в отношении депутатов? Чтобы народ все-таки знал, каковы доходы у наших избранников народных и все ли здесь чисто? Ну, нужно сказать, что и здесь не все чисто. Опять же, с возникновением обязанностей представлять такие сведения у депутатов возникли и обязанности опубликовать их в сети интернет и в других средствах массовой информации. Но, как показали наши проверки, такая обязанность соблюдалась не всеми депутатами. Например, Канажской международной прокуратурой в 2016 году установлено, что на официальном сайте администрации города Канаша в сети интернет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах и имуществах характера шести депутатов собрания депутатов города Канаша, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах и имуществах характера их супругов и несовершеннолетних детей размещены не были. Спасибо. Давайте покажем сюжет об этом. В 2015 году группа канажских депутатов 6-го городского собрания попыталась запретить публикацию в сети интернет сведения о своих доходах и имуществе. Депутаты мотивировали свой поступок нежеланием разглашать свои персональные данные, а также данные супругов и несовершеннолетних детей, ссылаясь на нормы законодательства. Прямо из федерального закона не следовала обязанность по публикации предоставленных сведений. И дело в том, что у нас есть еще помимо закона об общих принципах организации местного самоуправления, есть закон о персональных данных, и эти сведения, естественно, являются персональными данными, и исключения могут быть только на уровне федерального закона. В июне прошлого года в ситуацию вмешалась канажская межрайонная прокуратура, усмотрев в ней нарушение антикоррупционного законодательства. Она обратилась в районный суд с иском о бездействии администрации города Канаж, не разместившей в установленные сроки на официальном сайте сведения о доходах нескольких депутатов в горсобрании. Представители административного ответчика и депутаты исковые требования не признали и просили суд отказать в удовлетворении иска. Более того, в 2016 году депутаты отменили принятое ими же решение о порядке предоставления сведений о доходах и размещении их в сети интернет. Судом требования прокурора удовлетворены. Суд обязал администрацию города Канаж разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуниционной сети интернет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера шести депутатов в собрании депутатов города Канаж шестого созыва, а также их супругов и нешелетних детей. Депутаты вновь не согласились с решением суда и обратились с апелляцией уже в Верховный суд Чувашии. Судом второй инстанции в апелляции им было отказано. В адрес городского парламента было внесено представление в части отсутствия порядка предоставления сведений о доходах и размещении их в сети интернет, которое было удовлетворено на очередном заседании. Сергей Петрович, а в других районах выявляются наличные нарушения, кроме Канажского района? Да, действительно, такие нарушения не единичны. К примеру, в Урмарском районе в 2016 году шести сельскими поселениями приняты меры по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По представлению Шумерлинского межрайонного прокурора, трое муниципальными образованиями на официальных сайтах сети интернет о размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Аналогичные нарушения связаны с неразмещением сведений, выявленные и в других районах. Слушайте, прям массовый характер носят такие нарушения. Просто, видимо, не хотят, что ли, публиковать эти сведения? Или в чем здесь проблема? Как вы думаете? Ну, наверное, проблема в том, что обязанность публиковать такие сведения возникла недавно, как я уже сказал, с 3 ноября 2015 года. И, наверное, не все депутаты, или депутаты, наверное, может, и не знают некоторые из них о необходимости их опубликования. Во-вторых... Нет, но депутаты, возможно, и знают. Может быть, они не дают необходимые сведения о доходах в администрацию. Администрация, может быть, я так понимаю, не всегда срабатывает. Я правильно понял? Ну, есть и то, и другое. Есть часть депутатов, которые вообще не сдавали. Выявлялись и такие нарушения. То есть и такие факты были? Да, и такие факты были. Вот, допустим, некоторые депутаты собрания Батаревского района, а также СССР, СССР, Красночитайского, Канарского районов и Республики вообще ничего не представили. По актам прокурорского реагирования эти нарушения были устранены. Ну, и, наконец, хотелось бы узнать. Хорошо, сведения депутата предоставили. Администрация районная, возможно, их опубликовала, да? Насколько они достоверны и полны? Вот в этой части органы прокуратуры проводили проверки, и каковы результаты? Ну, естественно, если мы проводим проверку, то проверяем соблюдение и этих положений законодательства. Проверки показали, что не всегда эти сведения являются полными и достоверными. К примеру, прокуратурой Марпасадского района установлен факт неуказания депутатам сельского поселения, значит, о наличии в его собственности 13 земельных участков. Другими двумя депутатами не указаны сведения о наличии собственности транспортных средств. Рядом депутатов Новочебоксарского городского собрания значит, в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательстве имущества характера не указаны сведения об участии в учреждении юридических лиц. Кроме того, установлены факты неуказания в данных справках доходов от продажи жилых помещений, транспортных средств. Естественно, прокуроры прореагировали, внесены представления. Часть представления рассмотрена, нарушения устранены, часть на рассмотрении. Ну, к сожалению, я могу констатировать, что такие нарушения есть. Видимо, депутаты еще не все научились правильно заполнять справки о доходах и расходах. Сергей Петрович, вот, допустим, по Моропосадскому району, конечно, ситуация достаточно ошеломляющая. Сложно, мне кажется, забыть о 13 земельных участках, которые не представляются в сведениях. Совершенно верно. Наверняка депутат уже знал о них, об их существовании уж точно, но, возможно, это было сделано умышленно, я так понимаю. Ну, я думаю, что вот с принятием изменений законодательства будет, нами будут ставиться вопросы о досрочном прекращении полномочий в отношении таких депутатов. Сергей Петрович, вот только цифры. Каков итог все-таки столь масштабных проверок, соблюдения законодательства, предъявления коррупции депутатами и предстоятельных органов местного управления? Вот в цифрах вы можете озвучить? Да, могу озвучить некоторые цифры. В 2016 году прокурорами внесено 95 представлений об устранении нарушений законодательства, принесено 5 протестов, направлено 1 административное заявление в суд. Но в истекшем году, за 3 месяца, уже внесено 75 представлений об устранении нарушений, принесено 28 протестов, направлено 2 административных заявления в суд. Хочу сказать, что данные проверки, они будут продолжаться, и в текущем году депутаты обязаны представлять сведения о доходах и расходах, то есть по истечении соответствующих сроков прокурор опять будет проверять исполнение данного законодательства депутатами всех уровней. Спасибо, Сергей Петрович. А вот все-таки вы уже сказали, что теперь глава субъекта Российской Федерации, в данном случае в нашей республике глава Чувашской Республики, будет наделен полномочиями, точнее уже наделен полномочиями по закону, по внесению предложения о досрочном снятии полномочий депутатов, которые нарушили закон, в том числе в части предоставления сведений о доходах. Вот здесь какие планы у прокуратуры Чувашской Республики, хотелось бы все-таки уточнить, будет ли наложено какое-то взаимодействие, допустим, прокурор выявляет нарушение, если выявляет достаточно грубое и серьезное нарушение в этой сфере, будут ли прокуроры инициировать вопросы о досрочном снятии все-таки, уже об этом сказали, что будут, но вот в этом, в части взаимодействия, будет ли наложено взаимодействие с главой республики в части вот именно досрочного снятия полномочий, депутатов, которые нарушают закон? Ну да, закон предусмотрел такой порядок и предоставил такие полномочия главе субъекта Федерации, соответственно, органы прокуратуры будут взаимодействовать в этом плане с администрацией главы республики. Мы будем направлять письма, где-то, наверное, и представления, для того, чтобы они были рассмотрены, для того, чтобы таким депутатам, которые, значит, умышленно не указывают сведения о доходах и расходах, значит, применялись самые жесткие меры вплоть до снятия депутатских полномочий. Работа эта будет сделана. Спасибо. Спасибо, Сергей Петрович. А я еще раз напоминаю, что с нами был начальник отдела по назору за исполнением законодательства противодействия коррупции прокуратуры Чувашской республики Сергей Петрович Павлов. Как видим, вопросом противодействия коррупции государством уделяется большое внимание. И народные избранники тем более должны соблюдать закон, являться примером для граждан, которых их выбрали. Однако на практике так, к сожалению, бывает не всегда. Очень хотелось бы верить, что наша передача и деятельность прокуратуры будут способствовать изменению ситуации в этой сфере в лучшую сторону, а притворять жизнь воли народа будут чистые на руку и законопослушные люди. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова